Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли художественный руководитель Московского Академического Театра Сатиры Александр Ширвиндт. И хочу доставить себе неизъяснимое наслаждение и произнести всенародно любимый актёр Александр Ширвиндт. Это ты меня комплиментируешь, да? Нет, я константирую. Константируешь? В вашем родном театре состоялась премьера, поставленная вами спектакля «Дураки» по пьесе американского драматурга Нила Саймона. Если бы автор, которому недавно исполнилось 85 лет, приехал в Москву, посмотрел спектакль, он бы узнал своё творение, Александр Анатольевич? Ну и спрашиваешь, я помню, когда моего покойного друга, замечательного Игоря Кваши, Володька, мальчик, значит, ныне уже большой взрослый мужик, да? В школе когда-нибудь для сочинения, если бы Ленин сегодня проснулся, что бы он сказал? Он написал, он бы очень удивился. Вот Саймон бы, наверное, очень удивился, потому что это, в общем-то, эмбрион этого всего представления. Это Игорь Угольников, которого, в общем, я очень люблю, за то, что он, с одной стороны, мечется налево-направо от высот, значит, дружбы с Белоруссией до серьёзных киноработ. Вот, тем не менее, он очень хороший артист и умный, интеллигентный человек. И вот эту часть его дарования, он принёс мне свой вариант, свой перевод. Вот, и интонация, которая там заложена была, мне очень понравилась. Мне казалось, что началось сегодняшнее. Потом начались муки с артистами, с переводом, с авторским правилом, ну, вечная история. И всё-таки победили, как мне кажется. И вот была премьера, где он, Игорь, играет одну из главных ролей, а мой вот сегодняшний выпускник играет вторую главную роль. Выпускник Щукинского. Щукинского, да, у меня вот курс только что выпустился, Лопатин. Вот так. Так что приходи. А насчёт автора, наверное, буду удивился, но думаю, что он не обиделся и не рассердился. Всё, что возможно из его, так сказать, как нам кажется, мироощущения этих дураков, этого городка, да, мы оставили. И мне кажется, это очень сегодняшняя интонация, когда люди, махнув на всё рукой, прикинулись дураками, чтобы жить проще. Вот. Ну, здесь чуть-чуть тогда фабулу мы раскроем, потому что не все читали пьесу. И хотя, в общем, эта история довольно известная с 81-го года, но чуть позднее она так по Советскому Союзу, по России периодически гуляет. Значит, некое местечко, да, в некотором царстве и государстве есть какая-то деревушка или городок, где уже много-много лет, даже много веков живут люди, которые что, прикидываются? Нет, на самом деле официально они прокляты. Они прокляты, чтобы быть дураками. Есть некое заклятие, значит. Заклятие, да. И они прекрасно, значит, к этому привыкли и говорят, ну, что делать, ну, проклятие. И даже там, значит, Андрюша Семёнов и Серёжа Плотов, значит, с угольников написали некоторые такие зонги, где они поют проклятие наше родное, без него мы никуда. Они, так сказать, это почти гимн. Вот, и они, значит, привыкли. И тогда приезжает молодой, горящими глазами миссионер, педагог, учитель, да, с надеждой их освободить от проклятия, вот, и вернуть. И там начинается дилемма, что лучше, оставаться дураками, вот, или всё-таки проклятие снимается. Вот этот огромный знак вопроса, что лучше жить наивными якобы дураками, да, или вдруг становиться мыслителями, неизвестно, что делать. Вот это... Ну, если старика Саймона осенило, то, мне кажется, что это вообще в нашей русской традиции, начиная от пушкинского балды... Да, и что делать, как жить, кончая Чернышевским и всеми этими скучными авторами. Хотя даже, может быть, и до Пушкина ещё, ведь это Александру Сергеевичу, наверное, Арина Родионовна читала сказки, где средний был и так, и сяк, младший вовсе был дурак. А на поверку оказывалось, что, ну, какой уж он дурак. Ну, а как это, на печи сидят сюда в полном порядке, да. Вообще, русские сказки, они же очень своеобычные. Для меня вот всегда была трагедия, когда вот сидят со старик, со старухой, и бьют яйцо, ты помнишь? Дед бил, бил, не разбил, бабка била, била, не разбила, бежала эта, упала, дед плачет, бабка плачет. Они били это яйцо, всю жизнь не разбили, а когда оно, наконец, разбилось, они ревут. Вот это вот сказочная действительность, незнание, зачем, что бьём, понимаешь. У вас ведь книжка сейчас, вот только что родилась, можно сказать, да, называется «Проходные дворы биографии». Ну, название само по себе уже очень интригующее, но я сейчас не об этом, а о том, что там упоминаются ваши друзья, это люди, которых мы очень любим, и которые для нашей истории, для истории культуры и искусства сделали очень многое. И многие, вот самый ближний круг, называли вас маской. Было такое? Кличка была маска. Маска. Да. Ведь это тоже удобный мир, который вы сами себе, получается, придумали. Ну, понимаешь, он, конечно, удобен для какое-то время, а потом начинает немножко давить, потому что это вот маска, в которой уже привычно существует, как и вот ирония, полуцинизм, ёрничание, да, это уже так в кровь влезает к столетию, понимаешь, что иногда, когда хочется стать человеком, может быть, и никто не верит, потому что или я прикидываюсь, или наигрываю, да, поэтому вот маска, она очень опасная вещь. Как и штамп любой, придуманный актёром, например, на всю жизнь. Кто-то сказал, о, вот в этом ты гениален, и уже с этой краски человек слезть не может. Так и в жизни, когда человек долго, вот как эти вот дураки, долго, да, вот выигрывается в ситуацию придуманную, удобную и так далее, потом становиться самим собой очень трудно. И вот эти ножницы, они вот во мне существуют всю жизнь. А надо ли быть умным в таком случае? Вообще не надо быть умным. Вредно? Ну, вредно, потому что актёр вообще не имеет права быть умным, потому что это профессия животная. Недаром на сцене ни собаку, ни кошку, ни маленького ребёнка переиграть нельзя, потому что они... Органично. Да, как только актёр-мыслитель, это замечательно, но очень подозрительно. А какие-то параллели с тем, что происходит за бортом театра, сатиры, они, эти параллели присутствуют? Или это такие просто фигулечки в кармане? Вот какая-то связь действительно? Да, я фигулечков столько уже нажрался фигулечков за свою жизнь в тот период, что сейчас вообще это анекдот заниматься ассоциациями, аллюзиями, фигулечками, когда все лепят всё своим текстом, и эта безнадзорность совершенная, словоблудие, она, конечно, очень настораживает, потому что цензура, 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 это понятно, но в цензуре, как ты помнишь, есть корень ценз. У нас ценз кончился, у нас редактура, которая, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, ещё существует в этом канале, где мы с тобой сидим, повсеместно отсутствует. А цензура и редактура – это разные вещи. Ну, а редакторы тоже были не пальцем деланы в советское время. Ну, ты понимаешь, там редакторы, помимо того, что они точно знали, чего нельзя и чего нельзя, и вот через это всё проскочить, но остаться при этом знающим, интеллигентным, эрудированным человеком и не допустить полной пошлятины безвкусицы – это было основное. А можно нельзя – это уже само собой. Поэтому каждое проявление шутки, якобы свободы, якобы импровизации – это всё была такая мука. Понимаешь, какая кошмар. Вот, и вот если бы этот баланс сегодня сохраняли безвкусицы и дарования, да, дозволенного, да, и абсолютно ниже пояса запретного, вот это был гениальный кайф. Я говорю, конечно, только об наших делах никуда больше не лезу. А вот то, что касается выпускников Щукинского училища, вот совсем свежеиспечённые, что называется, актёры. Это причём ваши ученики. Сеня Лопатин, да. Вот он играет главную роль. Учителя, вот этого миссионера. Учителя, да. Он такой лёгкий. Вот он играл у меня главную роль, и выделили, друзья, сочинители это дипломный спектакль. Вообще, это правильно, что брать к себе в театр людей, которых знаешь изначально. Есть там другая, конечно, крайность, она очень часто накрывалась. Это когда... Ведь что такое 4 года, когда у тебя эти птенцы? Они становятся детьми, родными. И потом постепенно, когда уже они всё влезают в сердце, в кровь и во что угодно, они кажутся все гениальными. Поэтому тут же, а прецедентов много, создавались из курсов театры. И это очень опасно. А со слезами на глазах ваши выпускники бросались к вам поплакать в жилетку, потому что вот всё, выпустились, а лететь, собственно говоря, никуда не приглашают. Ну, вообще, это проблема жуткая, потому что раньше, когда, значит, было распределение, ты кончаешь, тебя распределяют в Пермь, распределяют в Архангельске. Изволят служить. Изволят служить. Ну, кто-то выкручивался, но очень мало. Вот у меня с моего курса, например, очень много замечательных актёров на периферии. Всему Союзу были. Ведущий, замечательный актёр с моего курса. И так всё. Сейчас кого-нибудь загнать куда-нибудь, это же проблема, потому что бери диплом и устраивайся. И то, что это, конечно, переизбыток, конечно. Перенасыщенность. Перенасыщенность. Много. Поэтому туда-сюда-туда-сюда. Коэффициент полезного, так сказать, действия выпуска гениев, он же очень определённый и точный. Я вот преподаю уже больше 50 лет. Я уже этот... Ну, вот сколько с курса? Один-два человека? Нет. В лучшем случае. Два в лучшем случае, если говорить о планке, если говорить о моих учениках, планке Мироновой, Гундаревой, Прохопщиковой, Демидовой, вот с кем я работал, да, это два человека. Всё остальное или это не получилось, или это хорошо обученные ремесленники, которые тоже необходимы в театре. Но, тем не менее, никто же не говорит, что я второй эшелон. Никто. Все гении. В вашей новой книге, о которой мы говорили вначале, «Проходные дворы биографии», одна из главных героинь – это Москва. Москва вашего детства, когда проходные дворы в центре ещё не были перегорожены шлагбаумами. Вот раздражают эти шлагбаумы сейчас? Ну, раздражают, конечно. Мы сейчас сидим с тобой на Никитской улице, да, бывшей улице Качалова. Я здесь, вот эти проходные дворы, вот я здесь жил всю свою сознательную, самую счастливую жизнь, юношескую, вот здесь за углом, в скатертном переулке. Скатертный, Медвежий, Хлебный, Мерзляковский, вот эта вот улица Качалова, улица Воровская, вот это была моя жизнь, моя. И вот здесь, значит, мы вот и крутились. Сейчас вот, едучи сюда, к тебе на передачу, да, я выехал из дачи, выехал раньше. Вот. Бывает, что проскочит, что нет, да? И чтобы не морочить здесь голову ни тебе, ни руководству, я решил где-то постоять по тенечке в своем родном переулке. Ни в переулке, ни во дворе я места не нашел. И я так спокойно колесил по этим односторонним родным переулкам, да, а раньше я мог войти, въехать на своей победе. Я, знаешь, скатертный переулок, он вот такой, немножко такой, вот здесь дом 5А, где я жил, а напротив комитет по физкультуре и спорту был всю жизнь. А победа моя, которая как ржавый сугроб стояла, и там стоял против всегда какая-то сборная, ждали приема или выезда. Все мои друзья. Вот стоит сборная по боксу, питаешь там, Ингебаров, Абрамов, ну, и я выходил, кайф, да, садился, они впрягали сзади, толкали, и мы заводили. И толкать можно, потому что у нее впереди машин не было, она одна стояла. Я вас поздравляю с премьерой, поздравляю театр с премьерой. Спасибо. Мы говорили о спектакле «Дураки», который вот только что родился на сцене театра «Сатиры». Спасибо вам большое. Спасибо, Юлик. Александр Ширвиндт, художественный руководитель Московского академического театра «Сатиры», сегодня в главной роли на телеканале «Культура». Низкий поклон, обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин